Об этой услуги в Сочи пока знают немногие, хотя по всему Адлерскому жидовокзалу можно увидеть такие наклейки и стенды. Проект «Единый билет» известен в Крыму, Анапе и Краснодаре. Между городами он функционирует с 2014 года. Опробовав однажды привилегии единого билета при поездке в Ялту, Екатерина Миронова решила по такой же системе отправиться в путешествие с супругом в Пицунду. Приехали мы из города Орел, а выбрали именно этот билет, потому что экономно, по сумме выходит намного дешевле, чем приехали на вокзал искать маршрут. И по безопасности, да, то, что никто не обманет, сразу пришли, сели и поехали. Именно в целях комфортного путешествия и развития транспортного сообщения между Россией и Абхазией 29 апреля было подписано соглашение между руководителем транспортного госуправления республики и автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция». В этом договоре предусмотрена организация перевозок пассажиров в пять городов Абхазии – Гагры, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Это удобно для пассажиров, когда в одной транзакции, в одной покупке можно приобрести сразу два билета на поезд и на автобус. В нашем случае еще и на самолет и на автобус. То есть, любой, кто планирует свой отдых в Абхазии, может купить на сайте РЖД единый билет. В летнем расписании автоэкспресса – девять отправлений, в том числе и в ночное время. График состыкован с приходом поездов и прилетом самолетов. Проект работает до 30 сентября. После будет принято решение о целесообразности возобновления работы единого билета на зимние каникулы.